Большой политический день в США. Обе палаты Конгресса сегодня должны утвердить результаты президентских выборов. В Вашингтоне по этому случаю митингуют сторонники еще действующего президента Дональда Трампа. Накануне они требовали не засчитывать голоса выборщиков от штатов, где Джо Байден победил с небольшим отрывом. Это те штаты, голосования в которых сам действующий глава государства называется фальсифицированным. Трамписты собирались на Freedom Plaza. С самого утра среди сторонников президента были и представители ультраправого движения Proud Boys. Они с собой принесли флаги, на которых были изображены автоматы. Напомню, что сам Дональд Трамп неоднократно утверждал, что если к власти в США придет команда Байдена, то вторая поправка Конституции о праве носить и хранить оружие может быть отменена. Сначала акция в Вашингтоне проходила спокойно, однако затем не обошлось без столкновений с полицией и активистами движения Black Lives Matter. Субтитры создавал DimaTorzok Все задержано было 23 человека. Об этом сообщает офис мэра Вашингтона. Среди них шестеро обвиняются в нападении на полицию. Ну а сегодня, буквально в эти минуты, проходит еще одна акция сторонников Дональда Трампа под громким слоганом «Save America! Спасем Америку!». На этот раз на ней выступает и сам президент. Митинг проходит на эллипсе поля в южной части президентского парка, неподалеку от Белого дома. Дональд Трамп появился там около 15 минут назад. У нас сейчас будет возможность послушать всю или хотя бы часть его речи, посвященной, конечно же, выборам и сегодняшнему заседанию Конгресса. Я напомню, что по решению коллегии выборщиков, чему предшествовало голосование, Джо Байден набрал почти на 80 голосов выборщиков больше. По процедуре американской избирательной системы после голосования 3 ноября состоялась встреча выборщиков. Это было в известной степени формальное событие. Но вот сегодня будет формальное событие номер 2 или номер 3 уже. Это, собственно, заседание обеих палат американского Конгресса, на входе которого будет принято финальное решение. Через две недели должна состояться инаугурация Джозефа Байдена. Но давайте послушаем пока Дональда Трампа. Сейчас надеюсь, что у нас появится звук Дональда Трампа. Вот и он. Такое ощущение, будто у него не работает. А, вот, теперь все заработало. Я увидел сегодня десятки тысяч людей, но вы не видите сотни тысяч людей за вами. У нас здесь сотни тысяч людей. Я хочу, чтобы на них обратили внимание фейк-ньюс-медиа. Поверните свои камеры и покажите, что здесь происходит на самом деле. Потому что эти люди не собираются это терпеть. Они не собираются это больше терпеть. Поверните ваши камеры, пожалуйста. И покажите количество людей всему миру и всей нашей стране. Я очень хочу увидеть, что они делают. Я очень хочу увидеть, как они освещают это. Будет очень честно, если мы будем освещать это по-честному, то, что происходит. Потому что медиа — это главная проблема наша. Фейк-ньюс огромная проблема. Биг-тек, он идет своим путем. Они украли выборы. Прежде подобного никогда не было. И прошлой ночью они сделали это опять, если вы понимаете, о чем я говорю. Еще раз хочу вас всех попросить, это огромное поблагодарить. Это огромная честь быть здесь. Стоять перед вами и сотнями тысяч американцев, которые выбирают честность выборов и славу нас, республиканцев, и не хотят увидеть украденной нашу победу демократами. Украденные фейк-ньюс-медиа, то, что они сделали, то, что они продолжают делать, мы никогда не сдадимся. Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Наша страна же достаточно всего этого пережила, мы не хотим больше этого терпеть. Они используют... Мы остановим воровство. Сегодня я представляю очередные доказательства, которые подтверждают, что мы выбрали. Это не были выборы, в которых близко были два кандидата. Я принимал участие в двух выборах, и вторые я выиграл с большим успехом, чем первые. 75 миллионов человек проголосовали за меня. Это больше, чем за любого действующего президента в истории нашей страны. На 12 миллионов больше, чем 4 года назад. И мне говорят, что если бы у меня было не на электронном голосовании, на обычных участках, 66 миллионов, то мы бы выиграли. А теперь они говорят, а мы получили 75, и они утверждают, что мы проиграли. И они говорят, что Джо набрал 80 миллионов голосов. Кто-нибудь верит в это? Подобного... Подобного не было даже в странах третьего мира. В странах третьего мира выборы честнее, чем у нас. Это стыд, это позор. Когда вы смотрите на прошлый день, они все бегают, как пчелы, с головой с головой с бобомбой, и никто еще не понимает, что там произошло. Никогда прежде подобного не было. Мы не позволим им заглушить ваши голоса. Мы просто не позволим этому случиться. Мы не позволим этому случиться. Бой! 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 Я бы хотел, чтобы эти десятки тысяч людей сюда прошли. Я бы благодарен полиции и специальной службе, которая здесь находится. Вы делаете прекрасную работу. Он имеет гуты. Как много людей в Республиканской партии. Он имеет гуты. Он борется. Он борется. И я вам скажу, спасибо большое, Джон. Программа. Они по-настоящему сражаются. Они по-настоящему убьются. У них есть сила. Джон – один из лучших адвокатов. Он смотрит на то, что происходит. Это просто... И он говорит, это стыд. Вы посмотрите на Майка Пенс. Я надеюсь, что он сделает то, что нужно. Потому что если он сделает правильную вещь, мы выбираем выборы. Все, что он должен сделать... Это один из главных адвокатов по Конституции в нашей стране. Говорит, что он имеет право это сделать. Потому что мы должны защищать нашу страну, поддержать ее и поддерживать нашу Конституцию. Штаты хотят переголосовать. Штаты, которым дали лживую информацию. Сейчас они хотят... Они хотят все переиграть. Все, что вице-президент Пенс должен сделать, отправить все обратно в Штаты, чтобы они все сделали по-новому. И я становлюсь президентом, а вы становитесь счастливейшими людьми. Я только что говорил с Майком, и я ему говорю, для этого даже не нужно смелости. Смелости нужно для того, чтобы не делать ничего. И мы тогда остановимся с президентом, который проиграл, причем с огромным отрывом, на четыре года. Мы не можем этого позволить. Это принесет проблемы всем нашим людям по всей стране. Спасибо за вашу любовь к этой удивительной стране и к нашему движению. Кстати, вы видите, толпа, здесь количество людей до монумента Вашингтона. К сожалению, первые места есть у прессы, и я не могу это терпеть. Я бы братья из Испании развернулись свои камеры и увидели бы самую красивую часть. Удивительно, удивительно. Вплоть, вплоть до конца линии. Вы знаете, они хотят избавиться от мемориала Джефферсона. Уберите его и положите туда кого-нибудь. Я не думаю, что это случится. Это администрация. Если это произойдет, то они могут что-то подобное сделать. Вы видите очень плохие вещи. И, может быть, они свалят статую Линкольна. А мы принимаем закон. Если вы что-то делаете с нашими монументами, то вы отправляетесь в тюрьму, и все это прекратится. И мы отправим Руди в Джулиане обратно в Нью-Йорк, потому что Руди — твой город. Что с ним творится? Он катится к чертям. Мы собрались вместе в сердце столицы нашей страны по очень одной причине. Простой причине — спасти нашу демократию. Они использовали пандемию, чтобы обманываться людей. Но вы знаете, когда вы смотрите, что происходит, номер один, они говорят, «Мы не позволим». Они говорят, что после того, что было восемь недель назад. Через четыре года мы гарантируем, нет, 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 мне это сейчас не интересует. Давайте вернемся назад, на восемь недель назад. Мы хотим вернуться назад и сделать это правильнее. Потому что иначе там будет в Белом доме кто-то, кто не должен там быть. И наша страна будет разрушена, а мы не позволим этого. Так много слабых республиканцев. У нас есть великий Джин Джордан и другие, которые бьются, но многие республиканцы помогают им избраться. Ну что ж, это президент Дональд Трамп, который продолжает выступление перед десятками тысяч своих сторонников. Действительно, здесь с ним сложно не согласиться. Жаль, что трансляции не показывают масштабы и количество собравшихся в Вашингтоне сегодня. Там десятки тысяч людей, их очень много. Так вот, он продолжает свое выступление и, как мы слышим, по-прежнему все еще не признает результаты выборов. Несмотря на то, что уже через две недели должен будет оставить Белый дом и оставить его Джо Байдену, состоится в инаугурации Джо Байдена в усеченном, как мы недавно узнали, формате. За несколько часов до сегодняшнего митинга он обратился в твиттере к вице-президенту США Майку Пенсу и написал там то, что сейчас говорил на этом выступлении. Давайте посмотрим этот твит. Дональд Трамп Трамп сейчас, выступая на митинге, утверждал, что его соратник, крупнейший адвокат по конституционным вопросам, говорит, что все права у господина Пенса подобным образом поступить есть. И напомню, именно Пенс сегодня будет председательствовать как глава Сената на совместном заседании обеих палат Конгресса. Однако сам Пенс по данным «Нью-Йорк Таймс» уже сообщил Трампу, что полномочий подобным образом поступить, никаких полномочий подобным образом поступить у него нет. Впрочем, Трамп останавливается ненамерен, как мы сейчас слышали, надолго ли. Тем более, что параллельно, о чем сейчас Трамп также упоминал, завершается подсчет голосов на прошедшем штате Джорджия, втором туре выборов сенаторов от этого штата. Там, похоже, побеждают два кандидата демократов. И если так, то Сенат станет демократическим. Обсудим развитие событий с Ниной Хрущевой, профессором университета «Нью-Скул» в Нью-Йорке. Она присоединяется к нашему эфиру. Нина, приветствую вас. Надеюсь, вы слышите студию. Какое на вас впечатление производит вот это огромное сборище сторонников Дональда Трампа и его пламенная речь, которую, я так понимаю, вы сейчас слышали в нашем эфире. И она продолжается и по-прежнему. Ну, собственно, ничего нового мы, конечно, не услышали, поскольку мы это уже слышим два месяца с выборов в ноябре. Действительно большие толпы, потому что Трамп все-таки вот это такое разжигание, боюсь этого слова, но все-таки скажу, разжигание гражданской войны, он постоянно подогревает. Так что меня не удивляет, что там толпа. И, наверное, действительно десятитысячная. Но, к сожалению, это все, в общем, конечно, страшные последствия будет за собой нести. И я просто каждый раз, когда слушаю выступление Трампа или читаю его твитты, я думаю, что если бы это была страна Заир, Конго, какие-то другие страны, то уже давно было бы, не знаю, ООН санкционировала, были бы международные выступления, крики о подогревании фашизма и так далее. А тут мы это все передаем, как будто это серьезная политика, потому что это Америка. И практически следим за тем, как президент Соединенных Штатов призывает к гражданской войне и требует, чтобы на его митинги люди ходили с оружием, поскольку нужно защищать вот этого одного человека. Так что, в общем, впечатления ужасные. И думаю, что лучше не будет, потому что 4 года будут продолжаться под эгидой вот этих трамповых выступлений. А вам не кажется, что это просто необходимая роль, которую играет Трамп? Необходимая в том смысле, что она заложена его образом, который он всю свою жизнь и карьеру телеведущего, и бизнесмена, и президента поддерживал. И роль эта требует от него, чтобы он сейчас отказывался признавать итоги. Но, тем не менее, 20-го числа или уже сегодня, буквально через час, когда проголосуют на совместном заседании обе палаты Конгресса, он скажет, ну что ж, меня обманули, меня все украли, но да, я признаю, я ухожу из Белого дома. Нет, он, я думаю, безусловно, конечно, он играет, он, конечно, играет именно вот эту вот роль, он играет ее уже 5 лет, и играет он для, конечно, здесь про Америку говорить абсолютно нечего, играет он ее для своего собственного вот этого шоу, которое он постоянно раздувает для все большей и большей аудитории. Проблема в том, что он играет роль для реальных людей. То есть это, к сожалению, уже давно не в экране телевизора, когда он сидел в телевизионной студии и говорил, там, вы уволены, вы наняты на работу, как вы помните, у него была такая программа в NBC, The Apprentice. Сейчас это реально, и поэтому это так страшно. Он не скажет 20 января, что да, вот я проиграл, я ухожу, его будут оттуда выносить на руках, и дальше он будет продолжать все 4 года, следующие 4 года, годы Байдена, он будет продолжать свою разрушительную деятельность. И правда, он говорит совершенно справедливо, говорит, что за него голосовали 74,5 миллиона человек, и за Байдена 81. То есть практически Америка разделена на половину. Это будет продолжаться, и вот эти вот тысячи будут превращаться в десятки тысяч, потому что он свое шоу не остановит. И страх этого шоу именно тот, что он его внес в нашу реальную жизнь. И он нас всех перетащил в это свое реальное телевидение. То есть у нас президент Соединенных Штатов в реальном времени, в реальной жизни призывает к гражданской войне. Это не в телевизоре он призывает, он призывает в реальной жизни. И ужас в том, что, конечно, его проигрыш вот в ноябре, и сейчас, скорее всего, проигрыш в Сенате, республиканцев, показывает парадоксально, как он силен, как вот эта его сила, привлекательная сила такого выживателя в Белом доме, насколько она имеет владение над умами людей. Поэтому я думаю, что ужас того, что мы должны об этом говорить, но при этом говорить об этом лучше не говорить, потому что таким образом мы даем ему силу. А как вам кажется, у меня последний вопрос, если позволите. Есть ли у следующей администрации, у демократической администрации господина Байдена, людей, которые его окружают, понимание того, как эту огромную трещину, которая отделяет 75 миллионов людей от 81 миллиона людей, как ее залатать? Потому что можно говорить о том, что серьезным виновником или человеком, который в той или иной степени несет ответственность за то, что эта трещина появилась, является Трамп, но одновременно с этим. Мы ведь помним, что этот разлом появился не при Трампе. И мы ведь помним прекрасно, что движение вперед к большому количеству суперлиберальных решений администрации Обамы, это движение не учитывало огромную часть консервативного населения Америки, которая от этого лишь только радикализировалась, наверное. И вот они вот так вот и шли в разные стороны друг от друга. Иначе говоря, у демократов есть что предложить, чтобы эту трещину немножко склеить? Ну, абсолютно. Вы просто, как говорил мне Харсен Горбачев, в вашем вопросе уже и ответ. Я думаю, что нет. Именно потому, что и та, и другая страна, и это огромная проблема Америки, она же разделена... Трамп-катализатор. Трамп не тот человек, который вот пришел и сразу все стало плохо. Потому что проблема американской вот этой партизаншип, не знаю, как это по-русски, разделения... Партийного разделения, да. Партийного разделения, это идет уже со времени Никсона. То есть это еще в 60-е годы. Это идет со времени Рейгана, идет со времени Буша. И, конечно, это становится только хуже, потому что и да, и другая часть теперь считает, что она права, а другая не права. И я боюсь, что Байдену предложить нечего, даже не потому, что он, например, сам считает, что полиция, все-таки нужно реформировать полицию, но не лишать ее поддержки. Он считает, что там нужно каким-то образом... Он все-таки центрист в Америке. Но проблема, что уже и Конгресс, и Сенат, и многие лидеры партийные и демократические, именно потому, что Трамп стал таким катализатором радикальной правости, они стали... Демократическая партия тоже ушла больше в радикальную левость. И как это Трамп в свои 78 лет будет соединять эти разрывы, трудно себе представить. Трамп, в смысле, Байден. В смысле, Бардон, извините, да, конечно, спасибо большое. Байден в свои 78 лет будет это соединять. Я не вижу, и я не видела никаких реальных предложений, потому что когда он говорит, что он будет центристом, моментально приходят люди, которые говорят, вот, а мы от тебя выбрали, а какой же ты будешь центрист. И я думаю, что американская политика будет только больше радикализироваться скорее, чем она будет меньше. Продолжение следует... Продолжение следует...